друзья всем привет у меня тут по пути наклюнулась тема обзора w101 китайская ивата даже не планировал как-то мне его прислал подписчик на тесты спасибо огромное пистолет не тронутый новые протестим есть у меня там крышка багажника два бампера и пару накладок туда надо нанести кислотник грунт по пластику грунт мокрый по мокрому водную базовую краску и лак и давайте-ка мы наверное это все сделаем одним этим пистолетом дюза 1 и 3 на нем я гляну в принципе вполне себе должно получиться потому что попробовать хочется он доступный многие о нем спрашивают но мне все не попадался в руки все не попадался не попадался те которые заказывал из китая не приходили мне где-то разворачивались а тут пожалуйста вот так по моему не китайский это вроде как оригинал потому что уж очень уж очень он сделан на это не китай это не китай ну еще китайцы говорят тоже делают хорошо попробуем так в комплекте у нас винтовой что ли просто заглушка пробка сейчас мы его прикрутим от моем потому что мыть пистолеты новые все таки надо щеточка не знаю зачем вот это пошла около метра быстро съемок и отдай чтобы это прекратить нам это не нужно так все что нам нужно мы достали это убираем кислотник у меня разведен будем начинать сейчас соберу и поможет значит что мы сегодня будем им красить крышка с двух сторон новый бампер сделанные накладки сделаны бампер сюда кислота сюда грунт по пластику сюда мокрый по мокрому мокрый по мокрому тут вроде все у нас готово и так нормально с кислотой грунтом по пластику я уверен что он справится а вот мокрый по мокрому и не водная база это посмотрим так по настройкам давление двойка подача на всю факел вроде как почти на все наверное и Что-то крупновато, как по мне, капелька у него разбивается. Что-то такое. Идем сейчас его помоем, грунт по пластику зальем. Грунт по пластику. Давайте сюда остаток, чтобы не выливать. Хуже не будет. Тут тоже надо будет чуть пройтись. Пройтись грунтом мокрый по мокрому. Все, выработали. 10 минут и наносим грунт мокрый по мокрому. Все будем делать пока что с одного пистолета. Пробовать, по крайней мере. Меня просто очень интересует сама структура идеи мыслящих, что все можно сделать одним пистолетом хорошо и качественно. Постараемся. Сделать можно будет. Вопрос, насколько меня это удовлетворит, как работника. Залил грунт мокрый по мокрому. Из того, что реально бросается сразу разница, он криво в руке лежит. Бачок вот так вот полный и он сразу перекашивает. Очень непривычно. Давление 2.1. Все на максимум. вскруutzить планируете планируем. И для медицинскойтории. По этому руку делается очень жареное работать. Продолжение следует... Продолжение следует... Дешевый, старый, старый... Это вообще, этим пистолетом еще мамонты красили. Сейчас здесь залита вода серебристая. Эти накладки серебристые. Я не рискнул сейчас красить со старта цвет. Я вообще посмотрю, как он себя ведет на воде. Потому что, скорее всего, буду красить, как положено. Цвет сложный, плохо кроющий, синий, с крупным зерном. Не думаю, что рискну. Но попробуем. Продолжение следует... Так, ну, открашивал те детали я нормальным стволом, привычным себе. Эти отлачим этой ватой. Те все-таки буду лачить тоже привычным стволом. Что-то мне маловато на нем факел. Хотя выкручено все до упора. Дальше не идет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, а вы знаете, на лачке, в принципе, он себя неплохо ведет. В общем, даже ничего. Давайте еще слоек вольнем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, по итогам того, что мы имеем. Имеем мы следующее. В принципе, 101-я ватта, она работает. Прилучившись к ней, можно, конечно, и лачок нанести, поскольку грунт наносит нормально, лачок нанесла нормально. Можно прилучиться. Из минусов. Неудобно, когда полный бачок непривычно на руку, сбоку нагрузка. Раз. Не широкий факел. Он узенький, реально, вот такой, полноценно мокрый. Два. И маленький объем бачка. Три. По расходу материала ничего не могу сказать, потому что объем небольшой. Раскладывает, в принципе, терпимо, нормально. Даже воду попробовал. Поэтому, если кто-то себе думает, в качестве первого пистолета, я думаю, можно. С дюзой 1.3 вполне нормально будет. В качестве какого-то резервного, в качестве миника для подпыления, ну, тогда дюзу надо брать маленькую. Если рассматривать его как основной рабочий на постоянной основе, не вижу смысла. Думаю, что не то, пан то. Ну, а в целом, ствол, в принципе, рабочий. Хотя и очень старый. Такие вот у нас дела. Если кто-то себе надумает покупать с Алика, в принципе, берите с Алика. Я общался с людьми, которые оттуда его приобретали. Я не знаю, откуда именно этот ствол, потому что это не мой ствол. Я его не покупал. Но 101-я вата, она подделывается в Китае. Люди работают, говорят, что, в принципе, все неплохо. Ссылку оставлю как образец там, где можно купить, найду нормальную цену. Дело в том, что эти стволы, они недорогие. Это их, наверное, единственное преимущество. Во всем остальном, он уже древний, как какашка-мама. Ладно, если есть вопросы, комментарии. Я желаю всем удачи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok